Про Соединенные Штаты хочется спросить. Америка заслужила президента трансгендера. Мишель Обама наше все. Мужик, который лупил Барака Обаму просто как Сидорову козу все время его президентства. Ну, слушайте, это бурный и продолжительный опыта. Михаил Григорьевич, серьезно, на этой неделе было объявлено, что возможно и даже вероятно, что Байден сойдет с гонки в пользу Мишеля Обамы. Об этом давно говорилось, как о одной из вероятностей. Сейчас об этом заговорили погромчно. Какая политика ждет Америку, мир, Россию, если Мишель Обама станет рулить Соединенными Штатами? Ну, там один сенатор американский сказал еще очень давно, году, наверное, в 2020 или в 2021, что Россия должна быть уничтожена любой ценой, причем не в силу какой-то особости политики, а просто как оплот традиционных ценностей. У нас философ Мямлина, который на это высказывание обратил внимание и против него высказался, сейчас судит. У него уголовное дело. Советственный комитет его преследует за разжигание ненависти к социальной группе тех, кто хочет уничтожить Россию. Это я не шучу. Я не шучу. То есть, к власти придут в Америке в этом случае не просто представители ЛГБТ. Здесь не просто представители БЛМ, но и представители запрещенной у нас организации ЛГБТ. запрещенные у нас, которые считают, что Россия должна быть уничтожена, подчеркиваю, любой ценой, и не как какой-то экономический конкурент, как это для Трампа, а как носитель традиционной ценности, как враждебная цивилизация. Ну, а у нас судят людей, которые считают, что это не совсем хорошо. Нас их в тюрьму хотят посадить. Прямо сейчас. Так что я думаю, что госпожи или господина Мишеля Обама будут, как это на гомосексуальном сленге, надежные, добросовестные партнеры в российском руководстве. В том числе в правоохранительном органе. Это жесть. Это жесть. Это не жесть, это уголовная политика Российской Федерации. Уголовная, подчеркиваю. А Мишель Обама в плане спецоперации, ситуации на Украине, какую позицию, вероятно, займет? Я думаю, что она будет поддерживать бандеровцев, или потому что это выгодно Америке, и Трамп будет поддерживать бандеровцев, потому что это выгодно Америке. Но ее позиция будет, или его позиция Обамы, будет Мишеля, будет значительно ближе к позиции Англии, чем к позиции Трампа. То есть, если в интересах Америки как государства нужно поддерживать конфликт малой интенсивности, чтобы он разрушал Россию как партнера Китая, и выжигал Европу как территорию, которая может стать рынком для Китая, она уже не может быть конкурентом Европы ни англичанам политически, ни экономически Америке. Эта задача решена. Но теперь задача выжить Европу, чтобы она не была рынком сбыта для китайской продукции. Даже для китайской продукции. Это задача будет решаться. Просто если американцам нужен конфликт малой интенсивности, с перерывами, с перемириями, то англичанам нужна максимальная интенсификация конфликта для, как это у нас один из наших пропагандистов говорил, весь мир в труху, да это английская политика. Это английская политика. Мы видим, что английские сторонники обострения конфликта не позволяют до сих пор реализовать американский сценарий временного замораживания конфликта для последующего накачивания бандеровской хунты ресурсами, для нанесения России удара, который может быть смертельным. Англичане этого пока не допускают, исходя из своих тактических соображений. Они выстраивают английскую зону влияния. Скажем, проект политического ислама, который реализуется в России при помощи миграционной национальной политики, для нас смертельно опасен. Но те же самые англичане, которые эту политику реализуют, и ставники которых в нашем руководстве, и представители которых, сознательные и несознательные, которые в нашем руководстве это реализуют, это главный сегодня в России. Но на украинском фронте они, в общем, не дают, они блокируют попытки придать интересы России. Они блокируют проамериканскую часть российской бюрократии. И это, в общем, скорее позитив.